Здравствуйте. Добро пожаловать в мемориал. Меня зовут Александр Поливановый. Я здесь работаю от имени Международного мемориала. Очень рада приветствовать всех, кто у нас первый раз или просто редко бывает. И я очень рада, что вы пришли на наш семинар. Я немножко в двух словах расскажу, почему мы оказались, почему этот семинар сложился таким образом. Дело в том, что у нас в мемориале есть такой проект, «Топография террора», в рамках которого мы исследуем места памяти в Москве. И у нас мы их исследуем разными слоями. И среди прочего мы стали исследовать музеи как некоторое место памяти. И нам стало интересно, как московские музеи помнят о истории XX века и не столь, как бы как помнят музей ГУЛАГа, Мемориал, Сахаровский центр. Мы более-менее себе представляли. А нам было интересно, какой нарратив представлен в музеях непрофильных. И мы созвали 31 мая этого года, созвали семинар, в котором в центре внимания были непрофильные московские музеи, в том, что касается истории Советского Союза, которые рассказывали, как у них эта история в экспозиции, история преломляется, с какими проблемами они сталкиваются, и как выстраивается их концептуальная основа, их нарратива. И у нас было много литературных музеев, у нас был политехнический музей, биологический музей и разные другие музеи, которые о чем-то... И мы думали, что это будет одноразовый семинар, но стало понятно, что разговор такой большой, что мы хотим попробовать его продолжать в течение 2016-2017 года и говорить с музеями раз в сезон, не знаю, раз в квартал, говорить о том, можем ли мы как-то, ну не то чтобы консолидировано, но как-то договариваться, как вот грядет 17-й год, годовщина 17-го года, и явно разговор о Советском будет всплывать в... не знаю, так или иначе, в любом музее. И хотелось понять, можем ли мы нащупать какие-то единые... не знаю, струи или нет. И когда мы думали о продолжении этого разговора, мы подумали, что, может быть, имеет смысл как-то разделиться отдельно, может быть, литературный музей, отдельно художественный, и подумали, что есть отдельный вопрос, как достижения советской науки и техники представляются в музеях, и как музеи рассказывают, с одной стороны, об этих достижениях, а с другой стороны, о той цене, которой эти достижения были достигнуты. И тут мы вдруг встретились с встречным движением Ассоциации музеев памяти. Надя, ну и расскажи, может быть, ты... Значит, наша ассоциация, по идее, должна объединять не только музеи, но также и частных лиц, которые считают себя причастными к этому движению, увековечиванию памяти, именно музейными средствами. Соответственно, у нас была идея, что этот семинар, который проводится в семинаре, во-первых, самый важный момент, что принимают участие региональные, сотрудники региональных музеев, московских и ленинградских региональных, и мы уже собирали людей в прошлом году, но это было скорее такое знакомство с друг с другом и с коллекциями, друг с другом, поверхностно очень. Сейчас мы думаем о том, как нам делать совместные проекты. И, соответственно, одна из тем, по которой мы собираемся думать над этими проектами, это как раз научные, технические, всяческие, инженерные, строительные истории, потому что много музеев северных, и это прям полностью стройка, дорога и так далее. И плюс еще Норильск как центр такой науки и разных тоже научных изысканий, сделанных руками заключенных. Поэтому тут мы нашли вот эту точку пересечения, и мне кажется, это может быть интересно, как взгляд с разных сторон именно на эту очень важную тему. Но у нас скорее больше, наверное, не про науку, а про строительство в целом. В качестве введения, если можно, мы очень быстро и очень компактно расскажем, представим результаты нашего исследования, которое мы проводили в мемориале, репрессированная наука в Москве. Результаты этого исследования представлены у нас на сайте, и хотя мы говорим, в общем-то, только о Москве, но на самом деле это как бы сквозь эту призму можно увидеть репрессии в науке во всей стране. Представит моя коллега Наташа Барышникова. Добрый день. На самом деле здесь должна была выступать наша коллега Оля Лебедева, которая является автором слоя или раздела, о котором я сейчас расскажу. И, возможно, я в каких-то самых общих чертах досвещу, но я постараюсь быть более-менее содержательной в своем рассказе. Как рассказала Александра, мы занимаемся на сайте топографии террора, мы наносим на сайт топографии террора, мы наносим точки или места, которые связаны с репрессиями советского времени. И недавно на нем появился новый слой, новый раздел, который посвящен истории советской науки, репрессированной науки в СССР. И я хотела бы рассказать непосредственно об опыте репрезентации истории репрессированной советской науки на карте Москвы. И, соответственно, на нашем сайте можно двумя способами изучать топографию. Через текст. Вот вы видите сверху красный текст выделенный. И, собственно, таким образом можно почитать общее. А второй способ — через карту. И это основной способ изучения наших изысканий. И, соответственно, в этом слое, который выделен, мы попытались отразить места, выборку мест, связанные с репрессированной наукой в Москве. И мы не ставили перед собой задачу обозреть всю историю взаимодействия советской власти и ученых. Но, тем не менее, нам хотелось бы найти оптимальный способ рассказать о ключевых моментах. То есть непосредственных репрессиях против ученых, ограничении свободы мысли, свободы выбора темы научных исследований, места работы и так далее. И временные рамки, которые мы брали за основу, — это 20-50-е годы XX века, соответственно. Ну и тема репрессий, в принципе, в науке исследована достаточно хорошо, но, как правило, она посвящена отдельным персоналиям и каким-то отдельным кейсам. Здесь же была предпринята попытка обозреть это более системно. И, соответственно, я расскажу о трудностях, с которыми мы столкнулись на нашем пути исследований и репрезентации этих мест на карте Москвы. Первая трудность, с которой мы сталкиваемся непосредственно при работе над каждым слоем, это вопрос топографии. И для того, чтобы нанести на карту советские локации, советские адреса, и карта менялась с советского времени, соответственно, приходится исследовать и изучать многие-многие справочники советского времени, и карты советские, которые не всегда дают нам точные указания о расположении. И, помимо прочего, одной из тем в этой всей большой теме, в теме репрессированной науки, была тема, посвященная шарашкам или закрытым конструкторским бюро. И это были так или иначе секретные разработки, и поэтому здесь сведения минимальной осведомленности, и в этом случае нам приходилось обозначать штриховкой. Ну, то есть первая сложность, о которой я так долго рассказываю, это невозможность точно нанести адрес. Что касается топографии, там, где более-менее было понятно, где располагаются те или иные издательства, институции, они очень часто в советское время переезжали, поэтому нужно было принять решение, собственно, о том, как отметить это на карте. И здесь примерно изображено, вот, например, издательство Академия, которое располагалось по разным адресам. Или же наоборот, в одном месте располагалось сразу несколько институций. Институт этнографии, например, и институт истории науки, которые здесь представлены. Вторая сложность, ну, или второй такой вызов, который мы приняли на себя, касался выбора повествовательной стратегии. И, как я уже сказала прежде, как правило, история, которая повествует о советской науке, она посвящена отдельным кейсам, отдельным персоналиям. Но мы попытались все-таки рассказать эту историю более системно, и поэтому на общей странице можно обнаружить такой макроисторический подход, который рассказывает об истории взаимодействия науки и государства, об истории несвободы в условиях советского государства и ученого в этих условиях. На отдельных страницах мы рассказывали уже более конкретные истории, более индивидуальные и основанные на каких-то мемуарных, например, заметках. И также, если говорить о сложностях, потенциальных сложностях, о которых мы, наверное, и сегодня посвящена наша тема, это неготовность читателя или, ну да, неготовность скорее, слышать об обратных сторонах советских достижений, научных достижений. Но мы полагаем, ну, по крайней мере, мы не встретились с такой проблемой, и читатель из названия сайта уже более-менее понимает о том, что здесь будет рассказано о тяжелых и неприятных страницах истории, и поэтому момент удивления мы как бы снимаем тем самым. И здесь перед вами список мест, которые так или иначе отражены на этом, на нашем сайте, на слое «Репрессированная наука», и зайдя на сайт Topos Memo.ru, вы можете ознакомиться более подробно с этим списком. Вот более подробно можно писать Ольге Лебедевой, которая сегодня… Нет, к сожалению. К сожалению. Но можно отметить, что к этому списку в ноябре добавится еще исследование более позднего времени. То есть я сказала, что мы сейчас в первой редакции сайта закончили 50-ми годами, а в ноябре в связи с премией «Просветитель» у нас готовится апдейт сайта и обновление этого слоя, и там будет уже рассказано о семинарах отказников, например, и прочих инвестентских движениях. Мы приглашаем разные музеи, которые приехали в Москву на семинар Ассоциации музеев памяти, и не только, и другие музеи тоже. Приглашаем выступить с трехминутной… Но это не строго террор, то есть у нас будет таймер, чтобы вы не забывали о времени, но у вас всегда будет четвертая минута запаса. И с просьбой ответить на три вопроса. То есть каждый музей сможет сделать самую краткую презентацию своего музея, просто о чем ваш музей и где он и как возник. Представлена ли в экспозиции тема репрессий или как представлена тема репрессий. И зона ближайшего развития, то есть что вы собираетесь делать к 2017 году. Ну и, собственно, все это в контексте нашего главного вопроса, как представлена в музеях обратная сторона достижений советской науки и техники. И первым мы приглашаем… Да, три минуты будут у музеев, а потом у нас есть еще приглашенные и пришедшие разного рода эксперты, которых мы очень приглашаем слушать все, что мы слышим, и потом как-то комментировать. Первым мы приглашаем Ирину Ильиничну Устин из Кемского музея. Организаторы дали нашему музею первым слово, и это правильно оправдано исторически, потому что Солженицын в своей книге «Архипелаг» на восьмой странице дал название новое нашему городу – Кемь, ворота ГУЛАГа. Эти ворота открылись уже в начале 20-х годов, причем такая интересная история, которую хочу очень поделиться, что изначально в Кеми была тюрьма для уголовников, и уголовники плохо себя вели, безобразничали, и наше местное начальство написало в республиканскому начальству с просьбу о том, чтобы убрать этот лагерь, потому что проблемы местные жители имеют. И в ответ они получили ГУЛАГ. Как вот часто бывают жалобы, приходятся другим со всем стороной. Я хочу показать о том, вы все, наверное, видели, получается, до 28-го года, хронику, как приходит поезд. Так, у нас так быстро все идет. Это вот то, что находится, как показывался наш ГУЛАГовский пересыльный пункт на Соловке, когда пересылали эти схемы. Дальше идет вот то, что у нас осталось. Пусть оно показывает само, я буду параллельно рассказывать. Здесь показано на этой презентации, что сохранилось у нас в Кеми. Сохранилось неблагодаря, а вопреки. Но получилось так, что очень много зданий, которые были построены и для гУЛАГовских нужд, и уже для городских нужд, они сохранились. В самом музее у нас очень мало, что можно рассказать о ГУЛАГе, потому что предметный ряд совершенно маленький. Один самый ценный предмет – это печать ББЛ. Она хранится сейчас, передана в музей ГУЛАГа. Но мы пытаемся сделать эту историю, возродить тем, что проводим одно из мероприятий для школьников – фотоквест, такой современный взяли момент, и для ребят показываем, им даем, вернее, задания, чтобы они нашли эти здания в городе со старыми фотографиями и определили, что здесь находилось в этих домах. Удивительно, что более десятка этих домов сохранилось у нас в городе. В них мы живем и работаем до сих пор. И я-то приехала сюда, чтобы попробовать найти те точки взаимосоотношения, чтобы подумать, как сделать вот эту тему у нас интересной, чтобы ее раскрыть для туристов, потому что туристы, проезжая на Соловки, проходят наш город, потому что самое короткое расстояние у нас из Кимии до Соловков, и поток сумасшедший до 50 тысяч проходит. Но это все проходит мимо. И мы рассказываем это сейчас только для небольшого количества детей. А тема действительно интересная, важная. Вы видели, какие люди проходили через Соловки. Лихачев после своего заключения дважды бывал в Кимии и сказал нам в 1986 году, что у вас такое место, которое попалито кровью и потом, и оно не должно погибнуть в истории. А город сейчас, как город, перестает развиваться, как и многие моногорода на глубинке. И поэтому это одна из тем, которая должна город наш оставить в истории страны. Вот остатки причала этого, буквально это фотографии. Недельной давности мы ездили туда, приезжала дама из Голландии, вы ее тоже видели на фотографиях, она эту тему изучает. И вот эта баржа и каменный такой барак, они стали еще героями фильма Павла Лунгина «Остров». Видели, наверное, этот фильм, там на этом островке прям было и снято все действие фильма фактически. Но вот эти здания, которые вы видите, вот там барак вот в краешке, а это вот вышло, и этой, к сожалению, уже нет, не сохранилась она. И сейчас у нас собралась команда детей, подростков, которые хотят это место реставрировать. И мы пошли на конкурсы республиканские, нам выдали один грант уже на 50 тысяч, чтобы восстановить эту территорию, место, где снимался фильм, и дальше исследовать ее. Но вы видите вот этот фотоквест около этих зданий. Еще один момент очень важный, то, что где находился Кемпский пересыльный пункт, сейчас планируется государством построить большой порт. И территория эта будет вся занята контейнерами, то есть она вот вообще погибнет просто-напросто. И поэтому мы бы хотели, чтобы провести нужно серьезные исследования там на этих местах, чтобы хотя бы зафотофиксировать ту территорию, которая была вот в те времена. Хотя я думаю, что нужно обратиться и к тем, кто будет делать этот проект, чтобы они там оставили какие-то кусочки, чтобы можно было прийти, поклониться месту этой памяти. Там вы видели фотографии на кладбище. Это кладбище холерное. В 1926 году большая была эпидемия холеры. И вот удивительно, что там один маленький такой памятник. Мама заключенной приехала и в 60-х годах поставила памятник. То есть были какие-то сведения. Благодаря этому просто это место сохранилось. И следующим мы приглашаем Людмилу Липатову из Салихарда, Ямала-Ненецкий. Ну, в общем, дороги – это артерия страны. И о том, чтобы у нас дорога была. Я приехала с севера. Это город, который расположен прямо в устье Аби. О том, чтобы построить там дорогу железную, мечтали еще с 19 века. В 1900 году даже провелись первые исследования, которые там через Полярный Урал от Аби должны были пройти дорогу. Потом это был 43-й год, когда немецкие подводные лодки доходили до Нового порта. И тогда шел разговор о том, что обязательно нужно построить дорогу с наших краев до Иркуты и дальше. Но в конце концов, все-таки тогда, когда разгар холодной войны, и в 47-м году вышло постановление о том, чтобы строить эту дорогу. Я говорю просто пунктирно, рассказать нужно долго. Дорога должна была пройти от Чума, на той стороне Урала, и до Игарки. Общая протяженность трассы была 1700 километров. За время строительства, которое закончилось в 54-м году, было построено 870 километров пути. Даже от Салехарда уже ходил поезд до Москвы. В Ламутнанген пришел в 1948 году. Через ОПИ мост так и не был построен. Хотя проектировка происходила в 43-м году. Я вообще поражалась то, что эта команда МВД, какое она работу проделала в 43-м году. Но не суждено было существоваться. И моста через ОПИ до сих пор нет. Там ходил паром. Летом паром, зимой ледовая дорога. Это было там целое лагеря, которые специально занимались этой дорогой. Когда умер Сталин, дорогу прекратили строить. Это был 1953 год. Последние строители ушли в 54-м году. Всего было построено 870 километров пути. Из них на постоянную Министерство путей сообщений перешло 192 километра. Это от Ламутнанг до станции Чум. И когда начался нефтегазовый комплекс, решено было восстановить эту дорогу. Но все-таки восстановили только кусок. Это вот кусок там в районе Ватанга, Денадым. Там 72 километра. Все. Хотя вообще год-два и дорога должна была быть построена. И она была бы меньше. Мы бы испортили нашу природу замечательную. Это было бы экономически очень выгодно. Потому что все наши основные месторожения находились на востоке. Но теперь наступил новый период. Новый период освоения и добычи нефти и газа. Это полуостров Емал и Гдан. И решено было строить дорогу. Снова эту дорогу восстанавливать, не восстанавливать. Ему же нельзя. Хотя то, что провела экспедиция ленгипространства, работавшая и тогда, и сейчас, и во времена ГУЛАГа, и в наше время, она прошла дорога почти по тому же самому пути. И дорогу начали сейчас уже строить. Уже построен мост через реку Надым. Вот он уже запущен. И сейчас строится автомобильная пока дорога до Салехарда. Но будет и продлена железная дорога до Салехарда и дальше. То есть соединится уже с Лабытнанками. И через он будет построен мост. Я все мечтаю, что когда-нибудь встану на этом мосту и закричу, что я дожила, товарищи, дорогие господа, что я вот тут вот уже все. Но сейчас пока вроде в 19-м году начинать будем строить. Проведена дорога. Уже сейчас начало строиться туда, на полуострове Ямал. Это 575 километров до Баваненкова. Тоже, опять же, работал над этим. Это ленгипространство. И сейчас планируется даже провести дорогу до Сабетты. Сабетта, это там, вот это Овская губа. И там на севере, там вот есть такая станция Сабетта. Сейчас там трудится около 15 тысяч человек. Там уже построен международный аэропорт. Там построен порт, строится порт для Северного Ледовитого океана, для того, чтобы там проходили сюда. И это будет способствовать разработке месторождения Ямал, полуострова Ямал и вообще на Овской губе. Также будет обеспечена круглогодичная навигация по Северному морскому пути. И будет развиваться также ледокольный фолд России. То есть очень большие планы связаны с этим. Там СПГ строится. В общем, такой мощный-мощный пункт. Ну вот, это вот, хотя вроде бы говорилось о том, что дорога, которая строится, что она никуда, на самом деле она строится. И очень необходимо даже ее строить. И вообще, еще раз, с чего начала, тем и закончится, дороги, тортиры из страны. Работали там высококлассные специалисты. И мы, музей собирает свидетельства, как вот этой дороги. У нас там где-то 1500 экземпляров, такого документального, даже больше. И предметы очень много мы собирали, экспедиции организовывали, организовываем и продолжаем сбор. Очень много народу приезжает, всяких разных иностранных журналистов. И не только, и просто наши приезжают и интересуются очень сильно. У нас было две выставки, было сделано переодить. Начали с первой, в 89-м году. Потом было еще две выставки. Но сейчас у нас просто перераспозиция немножко идет и будет. Снова эта выставка все-таки большая, посвященная именно вот этой теме. Возили мы даже свою экспедицию, свою эту выставку у Торонто в Канаду. Вы знаете, там такой был громаднейший интерес. Я была сама там, мы смонтировали это все. Потому что там очень много эмигрантов. Смотришь, какая-нибудь старушка пришла, а на следующий день она идет, уже там за ней целая толпа еще народа. Но что делать? Мы должны знать, мы должны изучать эту память и собирать, и все-таки это именно посвящено науке. Я собираю воспоминания людей, очень многих, которые сидели, которые охраняли, которые занимались наукой. Ну, в общем, всякие разные документы и вещи, и воспоминания. А вот это вот совершенно удивительный человек, которого, назовут его Ким Клим, его родители были революционерами, потом в 1937 году их репрессировали, отца так расстреляли, а, значит, мать потом посадили, потом она вернулась. Но их маленькая сестра, ее маленькая сестра, совсем юная девочка, она их с братом, брата и сестру вот этих Кимов, она их усыновила, и сама вышла замуж за мостовика. Мостовик, который тоже фамилия его Ким, и он был прикомандирован, по распределению попал на работать именно на вот эти вот стройки, которые были в ГУСКИЕ стройки, был в ЖДС. Это было чрезвычайно. И вот это его семья, значит, вот эти вот, они маленькие еще, вот это вот, они, в конце концов, они были в Салехарде, вот это вот он рисует, как, что было в то время, там дальше, давайте еще. И вот это вот его рисунки, совершенно изумительные, то, что он помнит по памяти. Вот видите, он говорил, что его все знали, вот, предположим, в лагере, где там отец в это время работал, там же целый, у нас до сих пор в Салехарде есть район, который называется Мостострой, хотя там уже никаких мостов не строят, но он называется Мостострой. И вот к нему приходили эти, он бы приходил, маленький был, они вот там все рассказывали, вот это он все рисует, вот это вот там бараки, которые укладывались, вот снегом покрывались, вот это барак, в котором они жили, вот это вот они ездили на заготовки, то есть вот у него очень много рисунков, которые он нам их подарил, и это было просто такой, вообще он очень интересный человек, он, слава богу, еще жив, он закончил нашу школу нашу, потом закончил МГУ, он является великолепным программистом, он сам рисует, он пишет, и вообще, мне вообще повезло в жизни до встречи с совершенно изумительными, интересными людьми. И я считаю, что надо про этих людей тоже рассказывать в частности, в ГУЛАГе, потому что они связаны с ГУЛАГом. Спасибо огромное. Мне кажется, важнейший вопрос встал, действительно, как рассказывать про мертвую дорогу с Алихарты-Гарка. И теперь мы приглашаем Надежду Толканову из музея Лабытнанги, собственно, неподалеку. Если Людмила Федоровна рассказывала о нашей железной дороге, то у нас, так уж получилось, что у нас музей кровеческий, но, естественно, мы освещаем историю строительства 500 первой стройки, и, помимо этого, так уж нам повезло, губернатор нам передал музей геологии, в котором представлено не только все богатство Полярного Урала, а также история освоения Полярного Урала, и, как оказалось, очевидно, что она именно связана с этими лагерями. То есть у нас освоение Полярного Урала началось гораздо, наверное, в конце 20 века, ой, господи, 19 века, простите. Но в 1944 году геолог репрессированный Георгий Сафронов открыл Малибденовое месторождение там. То есть открыл, и, казалось бы, замечательно его, тем самым с него сняли судимость, и свободный человек стал. Но когда началась, в это время шла война, естественно, опять же выяснилось, что наши порты незащищенные. Мало того, там был найден уран, и в связи с этим в 1947 году было принято решение о строительстве там в фабрике по переработке Малибдена. Как нам известно, да, но на самом деле там еще и урановые руды добывались. И вот два раза мы были на этом Хорбейском руднике, месторождении Хорбей. Так вот я хочу сказать, что можно вернуть на карту. Дело в том, что вот здесь вот поселок, отмечен, 110-й километр, это часть, это станция именно 501-й стройки, где был пункт, куда доставлялись из Воркуты вся техника для строительства этой фабрики. Вот от этого 110-го километра глубоко в горы уходит дорога, которую под следствием построили те же заключенные, на рудник. Это 55 километров. Честно скажу, 7 часов на вездеходе это измотало всех. Вот мы 7 часов туда доехали. Дорога, она кажется нормальной, но на самом деле там обвалились мосты, и все это достаточно сложно добираться. Так вот, когда дальше мы увидим фотографии, какую технику туда завезли, и, видя эту дорогу, и 7 часов мы только на вездеходе, то можно представить, как кого было заключенным тащить это все на лошадях. Это построить фабрику, причем фабрика достаточно очень большая. Фабрика была построена в 51-м году, и уже там были по плану, изначально они хотели добывать и перерабатывать по 50 тонн в сутки молибдена, но, естественно, такого не происходило. В любом случае где-то порядком 30 тонн. Эта переработка шла, переработка была оригинальна тем, что она, фабрика была каскадная, и, соответственно, там добывался молибден на то время в таких условиях. Это просто фантастика. Когда я была на этой фабрике, поразили масштабы строительства и поразила сила мысли тех людей, которые создали вот эту вот огромную махину. Ну, это остатки лагерей. Мало того, там протекает молибденовый ручей, и за молибденовым ручьем специально, чтобы не было соприкосновения заключенных и вольнонаемных людей, а вольнонаемные люди это были геологи в основном, то вот за молибденовым ручьем, куда очень сложно было попасть, был построен особый лагерный пункт 57, который, собственно говоря, доставлял выработку рудную из штольн и доставляли на эту фабрику. А недалеко по ту сторону молибденового ручья находился поселок геологов. То есть на сегодняшний день вы на фотографиях видите только остатки. Вот эти канавы, это как раз, когда выработка проходила, и вот эти заключенные, они на вагонетках, на тачках отвозили эту руду и сваливали. То есть все это видно. На сегодняшний день сохранилось там мало чего, и я хочу сказать, наша задача, конечно, это сохранить это место, но оно и малодоступное. Поэтому наши поездки, да, вот это вот штольни, мы там пытались в них попасть, это очень сложно. Молибден. Не надо взрывать. Ну вот это остатки некоторых строений, в частности, вот именно где было в фабрике. Что хочу сказать про вот эти вот масленки, да, прошло более 60 лет. Мы их откручивали, они вот как вот, то есть там в 54-м году, когда Сталин умер, принято было решение законсервировать. Мокрая консервация была этой фабрики с надеждой на то, что когда-нибудь это все восстановится и опять-таки будет работать. И вот мы когда сейчас были, то есть вот эти масленки спокойно откручиваются, как будто вчера буквально вот их смазали, то есть все это было вот настолько законсервировано хорошо. Мало того, когда мы подняли вагонетку тонную, она поехала на своих колесах. То есть насколько это все сохранилось в тех условиях. Вот. Тут фотографии, как это было и как это сегодня. Туристы туда ездят и приносят свой урон туда, то есть уже сожгли фабрику, многое уже разрушено. Но мы, значит, мало того, что это у нас уже была вторая экспедиция, мы собираем материал, все это везем в свой музей. Музей у нас маленький, поэтому было принято решение благодаря губернатору нашего округа и огромное ему спасибо. Буквально 12 сентября мы с ним встречались, и он дал добро нам на восстановление экспозиции, часть экспозиции именно по истории вот этого Харбейского рудника. И на сегодняшний день геологи, которые там работают, как работают для того, чтобы туристов туда возить, ну это вот как раз часть этих фабрик, часть фабрики. Вот. И геологи мечтают, конечно, сделать там какое-то памятное место, но туда очень трудно добраться. И поэтому мы у себя на базе музея геологии, который нам так передали, планируем создать эту экспозицию. Мало того, сегодня, на сегодняшний день, часть материала, которая уже была собрана в более ранних экспедициях, сегодня уже представлена. 30 октября будет открыто в Перми. Очередной какой-то проект, мы с ними начали сотрудничать, и вот наша выставка именно по Харбейскому руднику сегодня там представлена. И вот нас это очень радует. То есть все, что вы видели, это, конечно, очень страшное зрелище, очень впечатляет и удручает. И приглашаем к следующему трехминутному раунду Галина Геннадьевна Чикишева из Интинского кровеческого музея. Я сын из северного города, который статус города, рабочих поселок Большая Инта, приобрел в 1954 году. Совсем недавно мы отмечали 60-летие нашего города. Визитной карточкой нашего города является водонапорная башня. Эта башня очень похожа, вот если присмотреться сейчас, то на московские, правда ведь, башни. Но это водонапорная башня, утилитарное здание, которое построено для того, чтобы подавать воду на улице Кирова, улице Полярная, которые строились на тот момент. И наша башня была бы примерно такая же, как многие другие башни по всему на тот момент Советскому Союзу, если бы не делалось случая. Наш город был построен заключенными, и на их плечах воздвигалось эта башня. Строили эту башню два летних периода, 1953-1954 годы, 11,5 тысяч заключенных, 69 национальностей. Долгое время истинных строителей водонапорной башни мы не знали. Но в 1991 году к нам в Интинский краеведческий музей приехал один из строителей, прораб Холостов Борис Романович. Он приехал из Сталина. Дело в том, что когда он отбыл свой срок наказания в Минлаге, он уехал жить в город Таллинн и привез в 1991 году, после того, как у нас в демократии уже можно общаться, он привез послание от строителей водонапорной башни. На шпиле водонапорной башни, где у нас сейчас находится звезда, почему все пропало? Можно, да? На шпиле башни, там, где сияет пятиконечная звезда, посмотрите, там вот такая корона, как будто лепестки лотоса. Вот в 1957 году решила республиканская руководство в Сыктывкаре, что на Интинской водонапорной башне должна сиять пятиконечная звезда. А до этого там был шар. И напоминало все это сооружение цветок лотоса. В 1957 году шар спилили, а в основу шара была заложена капсула. Вот эту капсулу подобрал Холостов и долгое время хранил у себя. В 1991 году он ее привез к нам в Интинский краеведческий музей, и там мы ее вскрыли в краеведческом музее. Вскрыв капсулу, мы нашли в этой капсуле были помещены, покажу, потом в музее это все есть, помещены рабочие дневники главного архитектора Артура Тамвелиуса, записка, написанная его рукой, проектная документация, газеты, журналы, его рабочий дневник, все это в целости, сохранности. И вот когда мы все это прочитали, мы узнали истинных строителей нашей водонапорной башни, да, наверное, и строителей нашего города Инта. Капсула была герметично очень упакована, находилась она на высоте более 50 метров, высота нашей водонапорной башни 54,5 метра, то есть достаточно высокое сооружение. Теперь, то, что находится в самой башне, время ограничено. Вот эти экспозиции наши, две большие витрины. Первая витрина, план застройки поселка на 1 октября 54-го года и на этом плане, как строился наш поселок, ведь он построен для того, чтобы добывать уголь в нашем месторождении. Как строились шахты, как строились дополнительные предприятия, которые помогали работать шахтам. И затем мы переходим, так, вот это предметы, которые находятся в наших фондах. кирпич. Вначале кирпич у нас небольшой был резервуал глины, делали сами, потом привезли. Так, в центре башни находится миниатюра нашей башни. Вот, посмотрите, наша башня состоит из четырех уровней. Мы первый уровень, там, где у нас находится экспозиция музея, затем попадаем на второй уровень, самый высокий, 11 метров высоты, там тоже построена экспозиция небольшая, но вход туда запрещен. Затем по лестнице поднимаемся на третий уровень, а с третьего на четвертый уровень. На третьем уровне, более 30 метров высоты, мы обозреваем весь город, но ходить туда запрещено, потому что пожарники не пускают нас, должен быть запасной выход, а башня это архитектурный памятник, это символ нашего города, и что-то дополнительно с ней творить просто нельзя. Так, вот, хорошо, стоп, вот эта экспозиция рассказывает о том, все, что находилось в капсуле. Документация работы самого рук Артура Тамвелюса, вот его фотография, это швед по национальности, просто на момент начала Великой Отечественной войны, он, женившись, путешествовал по Европе, и когда началась война, он был в городе Таллин, а немцы же Таллин захватили очень быстро, уже в июле маршировали, и поэтому, поскольку он был призывного возраста, да еще и иностранец, за ним двойные глаза и уши, его мобилизуют, мобилизуют, вначале в Ленинградскую область, затем в Свердловскую область, и вот там, в Свердловской области, его обвинили в создании антисоветской молодежной группы, суд и 20 лет исправительно-трудовых лагерей. Вначале он отбывал свой срок на севере Свердловской области и в Дельлаге, а в 46-м году уже по построенной железной дороге его этапировали к нам в Интлаг, и когда в 48-м году на базе Интлага создается первый особый лагерь для особо опасных преступников, врагов народа, он создался на базе Интлага, то все политически остаются в нашем лагере, а все урки, бытовики, их просто по другим лагерям развезли. Остается и Артур Тамвелюс, и находится он в нашем Интлаге до 56-го года. В 56-м году лагерь готовится к закрытию, и Артур Тамвелюс и среди многих других его просто перевозят в Мордовию в Дуброфлаг. В 56-м году его освобождают, только не дают права выезда за пределы Советского Союза. Он живет в городе Калинине, ныне Тверь. И вот уже потом, позднее, дочка добилась того, что ему разрешили выехать в Швецию на родину. И там в 59-м году он умирает. Вот кратко, судьба этого человека, который повлиял на внешний вид нашей башни. А дело было случая, просто к нему зашел один из строителей, Феодосий Захарович, сирота. У него были листы ватмана, и Тамвелюс просто спросил, Феодосий Захарович, а что это у вас за листы ватмана? А это вот проект нашей водонапорной башни. А можно мне посмотреть? Он архитектор, он художник, ему профессионально интересно. И когда сирота ему развернул и показал в нашей башне, там Велюс посмотрел и говорит, ну, такую башню можно строить на железнодорожной станции, там, где поезда заправляют водой. А в нашем населенном пункте, на тот момент Инта была рабочим поселком, башня должна выглядеть совершенно по-другому. Сирота только разводит руками и говорит, а как? А вы мне дайте два листа ватмана и два дня. И когда через два дня они вновь встретились уже в здании ДКШ на строящемся объекте, то вот и предстал новый вид нашей водонапорной башни. Благодаря чему наша башня имеет такой уникальный внешний вид. Она является символом нашего города. Она входит в эмблему нашего города. Но башня, поскольку нарушены нормы Геральдики, у нас не герб, а эмблема. Ну и в заключении, вот 2014 год, год 60-летия. И открыли мы наш музей 4 октября, год города. Так, вот лестницы, которые ведут, это второй уровень уже, на втором уровне. Вот это вышка, это кабинет следователя. Так, а это вот стилизация барака. Это манекены, когда туда заходишь, первый раз я зашла, вы знаете, я аж взрогнула. Действительно так, там, во-первых, холодно. Так, ну это заключенный, доходяга. Ну это наша башня в ночное время. Спасибо большое. Приезжайте к нам в гости. Приедем. Спасибо большое. И приглашаем теперь Елену Ивановну Морозову из Национального музея Республики Коми. Сыктывкар и Ухта и Воркута тоже за вами, да? Мы можем гордо сказать, мы тоже рядом. Инта, Воркута, это все мы. Национальный музей Республики Коми. Я хочу сказать, что наш север, это прежде всего природное богатство. Мы сырьевая территория, мы сырьевая республика. И все, что добывается, все добывалось с 30-х годов, все начинается именно в промышленном масштабе добываться трудом заключенок. Поэтому вся экономика нашего края 30-х, 50-х годов гордо делится на ГУЛАГ и не ГУЛАГ, то, что было сельскохозяйственным в Республике Коми. И любая коллекция 30-х, 50-х годов, волей случая, оказавшейся в музее, имеет абсолютно любое отношение именно к ГУЛАГу. Архитекторы 8 городов, кроме Сыктывкара, были созданы руками архитекторов и именно работами архитекторов лагерников. Города наши северные были построены архитекторами заключенными. Все наши 8 городов. Естественно, что коллекции формировались тоже с того времени. Одной из первых коллекций является коллекция 1943 года. Это коллекция с выставки рационализаторов, когда в наш музей поступили все предметы лагерного производства. Они должны были поступить, мы должны были демонстрировать развитие социалистической экономики очень бурное. Затем у нас был 1946 год, юбилей республики, первый юбилей, который очень пышно праздновался, и опять у нас была выставка, и опять все эти коллекции поступили в музей. То есть вот отсюда начинается формирование коллекции. В 1946 году один из наших фотографов, известных, Почкин, проехал по новым городам и, собственно говоря, зафотографировал блестящее социалистическое строительство, появление совершенно новых городов, городов-новостроек, а любой из северян знает, новостройка это лагерь. Кроме того, у нас в фондах музея появляется еще целый ряд вещевых коллекций, прекрасных коллекций. У нас есть почетные грамоты, ух ты же, млаго, выданные заключенным. Представляете? В 1947 году 11 наших лагерников и работающих в лагере, и четверо из них, только что освободившиеся, стали лауреатами Сталинской премии. У нас даже выставка была по лауреатам Сталинской премии заключенных. То есть и такое, как всегда, бывает. Я хочу сказать, что наши коллекции постоянно добавляются. К сожалению, экспедиций у нас очень мало, но, тем не менее, мы очень плотно сотрудничаем с геологами, с предприятиями промышленными, в том числе и на Севере. И похвастаюсь, совсем недавно министр промышленности нашей республики передал нам просто огромную коллекцию разных геологических изысканий на территории нашей республики в 30-е и 50-е годы. И за каждым из них стоит подпись геолога, который сидел в бутырке, готовился к растреву, например, как Николай Николаевич Тихонович, а потом стал одним из ведущих геологов «Ух ты ж, млаго». Вот такие коллекции у нас есть. Я хочу показать вам вот ту фотографию предыдущую перед вами. Если кто-то интересуется, это хозяин Воркуты, Мальцев, почетный гражданин. Два года назад очень интересно в Воркуте муссировался вопрос дать ему звание почетного гражданина или нет. Город дал звание почетного гражданина, но я думаю, что только еще и потому, что он был одним из основателей, отцов-основателей музыкально-драматического театра. Разве что это может объяснить все остальное и как музейщик, и как историк, и как человек. Мне трудно очень понять. Еще, самое последнее, простите, дело в том, что в фондах национального музея хранятся уникальные фотоальбомы. Это лагерные отчеты о, так сказать, передовиках, производства, о строительстве дороги. И вот целый ряд фотографий, которые есть у нас музей, а у нас есть свыше полутора тысяч фотографий, лагерных фотографий. Мы все это определили в две мультимедиа-программы. Первая называется, ее можно увидеть на сайте Национального музея Республики Коми, называется она ГУЛАГ Республики Коми. Там фотографии, там воспоминания, там краткое понятие о лагерях, о наших лагерях, а у нас на территории нашего края их было 18, то есть чем богаты, простите, вот, так только еще и тем. И вторая недавно совсем выпущенная программа, эта программа называется Строительство Северопечорской железной дороги. Здесь можно увидеть фотографии с фондов Национального музея, а их у нас действительно очень много. У нас есть здесь документация, которая, в общем-то, есть на самом деле. Вот, у нас есть даже коротенькие фильмы, есть интервью с историками, то есть вот это, я думаю, эта программа будет интересна. Поверьте, ну, во всяком случае, мы старались очень. И еще, через тему репрессивной политики за год у нас проходит, опять же, похвастаюсь, 50 тысяч человек. Мы как-то с этим делом, да, ребята интересуются, и у нас построено за все это время 16 выставок разных тем. Спасибо. Всего доброго. Огромное. Молодцы. Спасибо. Я так понимаю, что музей Норильского промышленного района приехать не смог, но прислал репрезентацию, и Надя ее покажет, да? Надя, ну, хотя бы ты образцово будешь соблюдать тайминг? Да, потому как я, как человек, никогда не бывший в Норильске, не могу увлечься. То есть я как бы... Да, и тем более же там всего, по-моему, штуки 4 картинки, вот, поэтому я вам коротко скажу, я уверена, чтобы презентация по сути прекрасно попала в тему, да, именно тему науки. И они, конечно, большие молодцы, они, понятно, что у них есть для этого основания, потому что история музея, даже уже музея, напрямую связана и с комбинатом, и с лагерем. И они изначально, вообще первый музей был в 1939 году, как музей рудных и нерудных полезных ископаемых, уже как геологический, отдел комбината. Потом, значит, 1947 год, это уже музей Норильского комбината, после чего они даже в 1948-м были открыты. Вот мне очень интересно, для кого они там были открыты. Там, видимо, только просто командировки были, больше никого не могло быть. Вот. Значит, все от, когда они уже проектировали музей именно 1947 года, там были привлечены ученые, сидевшие, собственно говоря, в лагере, и все, начиная от путеводителя по музею и заканчивая зданием, в которое они в 2000 году переехали, сделаны по проектам заключенных. А, все. Да, ну построен, в общем, там просто, значит, хорошая новость, что они скоро будут называться не так сложно, как мы, истории освоения и развития Норильского промышленного района, а музей Норильска будет скоро. Скоро, вы знаете, там сейчас новый директор, у них какое-то происходит движение. Значит, с 2012 года у них есть выставка пересмотру не подлежит, и она рассказывает отдельными фрагментами, отдельными историями, почти 100 историй репрессированных и огромное количество ученых, потому что, понятно, там очень много сидели по 58 статье, то есть они рассказывают как бы через личные истории и собираются при этом эту экспозицию менять. К сожалению, фотографий у меня экспозиции нет, но у меня есть примеры того, как сидевшие там люди, соответственно, по каким они направлениям изыскания научные проводили, разработки, да, из-за климата, там, островного положения и так далее, это в основном были изыскания в области строительства, горного дела, энергетика, химия, транспорт, то есть очень важные стратегические вещи для страны в целом, и они были применены, особенно в строительстве, на весь крайний север была вся эта разработка заключенного там Кима, тот же Ким, но другой не связанный с Салихардским, его идеи были уже тогда, несмотря на то, что он был человеком невольным, они получили распространение, и вот этот прекрасный мужчина, Потапов, Дед Снегодой, вот это мне понятно, там очень много информации было научной, я вам не смогу ее прискать, это единственное, что понятно, Дело в том, что, может быть, мы меньше знают москвичи о железной дороге Норильска-Тудинка расстоянием 100 километров, которая считается самой северной железной дорогой, и строили ее, конечно, руками заключенных, начиная с 35-го года, с 36-го года, а в 53-м году широкая колея получилась, которая работает сегодня, перевозит народно-хозяйственные грузы, она работает, действует, а узкая колейка осталась, и там сейчас тоже вот такие памятные места, которые мы фиксируем, а отец Негодой это тот самый заключенный, знаменитый Михаил Потапов, который придумал вот эти щиты, щиты, которые предохраняют железную дорогу от страшных ветров, потому что именно у нас на Таймыре вот жесткость погоды, она самая, вот самая холодная точка на Земле, это у нас, потому что у нас очень-очень сильные ветры, в сочетании вот с ветром и морозами получается такая, и их очень много, и как он изучал, интересно, брал свечи, они шли из Норильска в Дудинку и изучали этот маршрут, с какой стороны дует ветер, и как поставить эти щиты, и они сейчас вдоль дорог стоят и помогают. И вот я должна сказать, в 2008 году у нас была страшная-страшная ситуация, когда самолеты летали, а мы 100 километров из Дудинки в Норильск преодолеть не могли, и власти сделали все для того, чтобы, конечно, люди вылетали и в аэропорт. И вот уже потом, видимо, власти, изучив ситуацию, восстанавливали во многих местах вот эти щиты для того, чтобы они могли помочь нам как-то выживать. Ну вот такие дела. Самая северная железная дорога в Дудинку Норильск. Да, а вот Ким это тот самый человек, который получил государственную премию в 60-е годы и внедрял, с его помощью специалисты внедряли на вечных этих грунтах строительство наших городов. и так далее. Спасибо. Можно? Сейчас, секунду, можно я последний кадр покажу? Он очень важный, это как бы такая важная точка в этой истории. Сейчас я... Или вы хотели после снегодуя? Леонид Копылов. А, здравствуйте еще всем, кто не видит. Я был в Норильске, и как раз шофер такси везет эта дорога, страшная дорога. И вот эти самые щиты. Я спрашиваю, что это такое? А шофер такси говорит, Сталин придумал. Это, может быть, у нас будет... Да, может быть, у нас будет поподробнее разговор. Это вот мы можем так вот на картинках говорить, мы знаем, кто это сделал. Мы в музее это демонстрируем. А таксер скажет, Сталин придумал. Вот до какой степени мы доходим со своими сообщениями, это сильно большой вопрос для меня. Спасибо. Ну, Наташа тоже хочет прокомментировать. Можно очень коротко, Наталья Самовер, Сахаровский центр, к деятельности Норильского музея. Минувшей весной у нас в Сахаровском центре экспонировалась передвижная выставка Норильского музея под названием «Пришельцы», которая была специально посвящена вкладу заключенных в создание и развитие Норильского промышленного района и города Норильска. Это была очень простая по дизайну и недорогая в исполнении выставка, очень интересная, и очень содержательная. И я очень довольна, что она к нам попала. И, в общем, я бы очень советовала всем музеям делать такие вещи, потому что это замечательный способ выйти за пределы своего города. Вот в этом месте, в последнем этом кадре, где 11 теглауреатах в Ленинской премии, из них 7 репрессированных, поставить не точку, а запятую, чтобы подумать нам о том, что, во-первых, что было бы, если бы они не были репрессированы, а во-вторых, что было бы, если бы другие люди, которые не дожили до 1966 года, дожили бы. То есть, мне кажется, нужно этот момент не упускать. Спасибо, Надя. Спасибо, Норильску. И у нас последняя презентация из музеев. Долгопрудненский историко-художественный и кривейческий музей Игорь Кувырков. Добрый день. Ну, я закончу выступление очень простой презентацией, очень сухой. Наш музей маленький, небольшой городской музей небольшого подмосковного города. И, собственно, город достаточно молодой и гордится там, ну как, практически нечем, кроме как дирижаблестроением. Но дело в том, что рядом прорыт огромный канал, который сравнивают с международными каналами типа Суэцкого и Панамского. Это канал Москва-Волга. И пересекает, точнее, лежит этот канал вдоль всего Долгопрудного. До прошлого года в Долгопрудном не было, в Долгопрудненском музее не было практически никакого упоминания о том, что Долгопрудный стоит на берегу канала искусственного водного объекта, который создан был в подавляющем большинстве руками заключенных. И в связи с маленькой революцией в городе, когда сменился директор музея, отчет как бы история музея начался заново. И на общественных сначала на общественных началах была сделана постоянная экспозиция под названием 1932-1937 канал Москва-Волга. Можно там подальше? Вот она примерно так выглядит. Ничего сногсшибательного в этой экспозиции нет. она просто рассказывает в основном о том, как трудно строился канал. Там может быть не очень много слов о том, какие технические находки были сделаны, какие были изобретения. Все-таки перекос больше в то, что его строили в основном вручную, какими инструментами, какие объемы работ, где какие пункты находились. тем не менее, вот что я хотел бы отметить, то, что несмотря на последнее время рост такой пропаганды Сталина в качестве положительного героя нашей истории, администрация города относится к этому музею очень хорошо, то есть вот к этой конкретной экспозиции даже очень хорошо, поскольку они считают, что да, долгопрудницы и гости долгопрудного должны знать честную историю страны и понимать, какими силами были построены там величайшие стройки Советского Союза, в том числе и канал Москва-Волга. Ну, собственно, я вот даже раньше времени заканчивал выступление. А, ну план, да, план, он касается в основном моего направления, которым я занимаюсь, это канал Москва-Волга, но план, собственно говоря, написан, вы можете прочесть и сами. Все, спасибо за внимание. Спасибо огромное, да, мы очень рады, что Игорь планирует вместе с нами участвовать в создании уличной выставки, приуроченной к 80-летию открытия канала Москва-Волга. Спасибо большое, и сейчас как раз возможность для, как бы, комментариев каких-то генеральных, может быть, обобщающих мыслей или, наоборот, аналитических. Прошу четвертую минуту, поскольку я от трех организаций сразу буду выступать. Игошин Иван Иванович, северо-восток Якутии, поселок Хандага. 92-й год организован музей Магананской трассы, основателем которого являюсь, он до сих пор живет и здравствует в поселке Теплый Ключ. То, что касается туристического клуба «Лидер», которому исполнилось в этом году 30 лет, у нас была музейная коллекция. В 2006 году она вошла в интернет-проект музей ГУЛАГа России. В настоящее время музея туристического клуба не существует. Решением администрации он ликвидирован под очень красивым названием с целью оптимизации расходов на культуру. Его сравняли с землей. В память об этом осталась у меня премия академии Калихачева за 2006 год. перспективы этого проекта. Пятое место в России занимает международный проект «Полюс холода» Якутска и Микон. Вот там тоже отражена тема ГУЛАГа. И она будет реализована с большим скрипом. Потому что в настоящее время в Якутии существует пять памятников Сталина. Кроме этого я являюсь куратором проекта ГУЛАГ в Якутии. Это то, что касается долгосрочных проектов. Кроме этого Туристический клуб и мои друзья уже пять лет подряд занимаются изучением с точки зрения архитектуры. Это Союз архитекторов Якутии, Хабаровского края и Магадана. В составе шесть академиков, четыре профессора, заслуженные и лауреаты там всевозможных премий и премий и прочее. Я являюсь техническим руководителем этой экспедиции. То есть моя задача вывел на точку, они там отработали и вернулись обратно. Научным руководителем является Крадин Николай Петрович, это профессор архитектуры город Хабаровск. Ему сейчас 74 года. Очень уважаемый человек. То, что касается научных монографий, все это дело у нас выходит, публикуется. Вот. Составляются обмерные чертежи, фотографируются, делаются описания. Что нас интересует? Архитектура унижения человека, это мы понимаете, о чем мы говорим, это мы говорим о лагерной тематике, и в то же время я чему-то еще хочу сказать о архитектуре достижения. Когда в очень жестких условиях Краинево-Севера с минимумом инструментов делались гениальные вещи, например, мостовые переходы, которые по тем временам, допустим, Герлингер Эрих Андреевич, бывший зэк, который гениальный архитектор, он рассчитывал их на 30 тонн. В настоящее время они работали с прицепами, когда американские машины ходили выдерживать 60 тонн. Это тоже самое касается перегоночной авиации Аляска-Красноярск, это строили тоже самое зэки. И наша задача как можно больше оставить информацию для будущих поколений, часть законсервировать, сохранить. Задача через правительство поставить мемориальные охранные грамоты и убедить дорожников, чтобы при спрямлении трассы, сейчас там идет очень большая реконструкция автомобильных дорог, чтобы они это дело сохранили. Особенно то, что касается рядом, мосты в первую очередь интересные. И плюс аэропорты, которые сейчас идет реконструкция для того, чтобы они работали дальше. Насколько работаем эффективно? По результатам всегда участвуем в выставках. За прошедший год, например, получили золотой диплом в городе Хабаровске. Я закончил раньше времени. Ну и я приглашаю всех обсудить этот вопрос. У нас, правда, получился действительно разговор не столько о науке и технике, сколько, по-моему, о достижениях советской промышленности и экономике. Ну и вопрос, можно ли называть достижением промышленности и техники дорогу Салихарт-Игарка. Я приглашаю всех, кто хотел все это время высказаться. Всех. Есть по три минуты у каждого. О дороге Игарка-Салихарт, да? Да. Вот, ну, скажем так, грубо, забраковали ее, да? А сейчас опять восстанавливают. Не возвращаемся ли мы к Гулаву опять? А? К Гулаву или Гулаву? Не, ну я просто не... Интересно. То она не нужна была, а теперь вдруг надо. Ну и мы просто видели еще много фотографий. Я не была там ни разу, но я видела много фотографий, как выглядит дорога Салихарт-Игарка, и она явно не выдержала испытания годами, времени. Ну нет уж. Это вы фотографии видели. И все. Ну, в смысле, что поезд там не может проехать. Ну сейчас, конечно, не проедут. Ханевич Василий, Томский мемориальный бузей, следственная тюрьма НКВД. Дорогие коллеги, ну, в отличие, сказать, от наших северских товарищей, мы похвалиться не можем, что у нас на нашей территории были великие стройки коммунизма, о которых здесь представлено. У нас был другой край ссылки, в том числе и очень многих ученых, как и собственных профессоров, которые жили и потом были репрессированы, так и тех, кто оказался в ссылке нашей территории. То, что мы делаем, у нас в экспозиции музея есть просто судьба этих людей. И мы просто работаем над тем, чтобы был такой проект «Топография террора Томска», где один из слоев вот этого сайта был посвящен как раз репрессированным ученым, находящимся у нас в ссылке либо арестованных, либо репрессированных. На сегодняшний день таких биографий уже на сайте нашего музея собрано более 50. И мы эту работу просто продолжаем. Надеюсь, что совместно с Международным мемориалом мы этот проект реализуем. Но вот на вопрос, который здесь Иван задавал, о том, что о великих стройках коммунизма, о том, что были они нужны или не нужны, наверное, что-то нужно было и сейчас, и тогда. Главный вопрос о том, что какими методами и как это строилось, и какое место в этих стройках занимал простой человек. тех же шарашках, то есть у нас в Томске в течение одного года находилась шарашка, которая была перевезена, эвакуирована вместе с другими из ленинградских крестов, побывав у нас год, она была переведена в Пермске, в Молотов город. И вот одним из таких совместных проектов могла бы быть Пермь, Томск и Петербург, о том, что поиск информации о судьбах тех, кто находился в этой шарашке. Первые публикации есть, но есть биография руководителей, но мы, по крайней мере, не знаем поименно всех участников, так сказать, вот тех заключенных, которые находились в Крестах, а потом в Томске, а потом в Молотове. То есть, опять же, возвращаясь к нашему разговору о том, что только совместными усилиями мы можем, объединяя разрозненную информацию, собрать что-то воедино вместе. Вот в этом основной посыл мой. У нас руками спецпереселенцев осваивался Анарымский Север. И у нас тоже в экспозиции нашего музея есть уникальный фотоальбом. Это отчетный альбом отдела трудовых поселений ГУЛАГа, Запсибкрая, о том, что было сделано. Шикарный альбом, ретушированный цветными фотографиями, показаны все виды хозяйственной деятельности, постройки, раскорчевка и так далее. Но и глядя на этот альбом, глядя на эти фотографии, у многих создается впечатление, как замечательно все было сделано, как хорошо было построено. Но за этим альбомом вообще нет статистики смертности, нет статистики, то, что переживали эти строители. Поэтому, на мой взгляд, главная задача наших музеев показать, каким трудом все это доставалось. И о том, что человек, там был просто винтик, как в целом в всей системе, которая существовала. Да, когда нужно было, заключенных награждали, когда их нужно было, даже давали им сталинские премии, сказать, но это были все равно люди несвободные. «Сура рабов», как писал один из ульников Нориль Рага. Надо рассказывать правду, говорим правду, истину. Да. Я уверен, что вы в данное время было так раньше и сейчас, так, понимаете? Просто есть еще вопрос, что некоторым музеям приходится, как бы музею Салихарт, который показывает дорогу Салихарт и Гарка, в каком-то смысле проще показать абсурдность принудительного труда, чем, допустим, и, к сожалению, к нам сегодня не смог прийти музей космонавтики, но которому для того, чтобы показать покрытые мифами со всех сторон советские, то есть, ну, в смысле, и действительные советские космические достижения в освоении космоса, чтобы было правда, но какой ценой это было сделано, какой в этом был смысл космической гонки с Америкой и какая судьба была, допустим, у Сергея Павловича Королева и Королевской шарашки, рассказывает ли об этом музей и может ли то есть, насколько легко музею об этом рассказывать, музею именно космической, не знаю, индустрии, не знаю, в Москве. Вы считаете, что с космосом мы зря спешили, да? Я вообще ничего не считаю, я про музеи говорю только о космонавтике. это здорово, да, но вы-то не помните, но в 90-е годы все мы помним, да, что было в 90-е годы и что сейчас происходит. Сейчас мы гордимся, о, мы, да, стали на ноги, сейчас мы герои, да, а в 90-е годы мы все кланялись, Западу кланялись, Америке кланялись. Ну, да, но мы скорее сейчас говорим просто о том, Сейчас придет другой царь, да, и поведет другую политику. Но мы говорим об экспозиции. Мы опять будем хлопать, понимаете? И вот вот этот заголовок, я понимаю, я заголовок репрессированная наука, вот так вдуматься, я, к примеру, извините, может, я такой уж и тупой, я не понимаю смысла это название репрессированная наука. Уже говорить надо репрессированные ученые, другое дело, а то репрессирована наука. Ну, как это? Ну, у нас было действительно очень мало времени, но Наташа пыталась объяснить, что мы говорили не только о репрессированных ученых как индивидуум, но и о репрессиях как научных институтов в целом, да, и как было как бы государственное управление наукой. Спасибо. Можно вот давайте выйдите, пожалуйста, сюда. Валерий Разумов в Петербург. Да. Ну, я не собирался ничего говорить, но уж тут не промолчу. Репрессированная в полном и прямом смысле наука. Вы хорошо знаете как пример тотальной репрессии изначальной, из изначальных годов, так называемое академическое дело. Во главе этого дела был поставлен академик Платонов, который погиб к ссылке, а сын его известный ученый и изобретатель новых технологий получения ацетона во время войны, уже Второй мировой, во время блокады, был арестован по донесению спецагента, секретного сотрудника на оборонных работах, что он что-то такое сказал где-то. И был в течение месяца на конвейерном допросе, в феврале арестован 42-го года, на конвейерном допросе провел, а у него уже командировка была в Ереван запланирована, правительство телеграмма из Москвы, что он так нужен и так далее, конвейерный допрос, месяц, 16 допросов, сейчас не помню общее количество часов, в основном ночные, и расстрелян во время блокады, и закопан, поскольку это не похоронен, в общей яме на Левашовском мемориальном кладбище, куда во время блокады продолжали возить расстрелянных, так вот, это академическое дело, а я не публиковал материалы, но это просто в 38-м году прекратили, залили кровью эти могильники, они были переполнены у крупных административных центров, у нас погибло, вы знаете, что за полтора года сколько людей было уничтожено путем расстрелов, удушений, утоплений, протыканий палками, дубинами, это же только называется расстрелы, а часть уцелела и погибла в лагерях, так вот, если бы это не остановилось, вот передо мной были документы, я их не публиковал, но упоминал об этом, а в 38-м году было затеяно второе академическое дело, и во главе поставили, вот здесь мелькало имя академика Вернацкого, как же был погромче, да главный и так далее, и всех бы расстреляли, если, дело не в том, что репрессии были жестче или там мягче, вот какие они нужны были в данный конкретный момент тому-то, таким образом и проводились, и поэтому просто, прошу прощения, дело не в тупости, но невнятно звучит Ваши вопросы, они не очень понятны, у нас погублены, колоссальное количество ученых, погублены, авиаконструктор Бартини вот не был расстрелян случайно, вот представляете, вот эти все, я запрещаю, все предписания по Бутовскому полигону, я смотрел их, где галочками отмечены все по расстрелу, всего лишь просто напротив Бартини нет галочки, его отставили в последний момент, мог бы и он быть расстрелян, и сколько таких погибло, завтра я расскажу в своем наступлении пример Матвея Бронштейна, астрофизика, о котором Жираля Салферов говорит, что если бы выжил, не расстреляли бы, то Ландау называли бы вторым Бронштейном, а его как немецкого шпиона, с чего это взяли, с какого бодуна пришли арестовывать пятого в начале операции, пришли на пять углов арестовывать в Петербурге, нету, в Киеве срочно доставить, в тюрьму сунули, недели через две-три одни другим чекиста пишут, а где у нас Бронштейн, так срочно арестованный доставленный, да сидит вот там, так поскорее ему дело организовать, в течение срока-то следствия идет и все, шлепнули, даже исследуя это дело, и копию я давал Лидии Корнеевны, и все мы над этим всем гадали, там даже мотива не уловишь, поэтому жуть, мы имеем дело с жутью, и не ну не дело тут невнятных вопросов, вы что, прошу прощения, вы говорите, там гулаг, здесь гулаг, это звучит странно, при чем здесь это? я имею ввиду, что она две четыре именами называть, мы называемся репрессированная наука, именно, именно так, репрессированная наука, репрессированные науки, красный ленинский террор и большой сталинский террор, да, все ясно должно быть, спасибо огромное, простите, у нас здесь среди нас единственный не музейщик и не гуманитарный специальный человек, а ученый-естественник Федор Кондрашов, заведующий лабораторией эволюционной геномики, профессор Каталонского института научных и передовых исследований, а еще научный руководитель многолетней школы молекулярной биологии для детей, в которой много чего делают. Я хочу немножко рассказать, потому что я довольно далеко от музейной темы, то, почему с точки зрения ученого, мне кажется, действительно очень важно поднимать тему репрессированной науки, репрессированных ученых. Мне кажется, что мы не до конца даем себе отчет, насколько создавание шарашек и создавание советской науки через модель репрессированного труда влияет на нас до сих пор в токах существует российское общество. И я хочу сказать о двух сторонах этого вопроса. Первое, мы плохо понимаем, насколько организация российских институтов действительно во многом повторяет еще модель шарашек. Институты существуют по той модели, по которой есть институт с какой-то определенной темой, где на ученом совете определяются темы конкретных лабораториях. В темах этих конкретных лабораторий есть конкретные аспиранты, которые обязаны заниматься этой конкретной темой, которая очень сильно зависит от своего конкретного начальника, который идет по всей этой иерархии. В этом, мне кажется, и в том числе понятно, есть отсутствие финансирования, но именно в менталитете копирования шарашеской модели в современных российских институтах является одна из большая часть нашего отставания по развитию современной науки в России. Это первая часть, я к этой сейчас немножко верну. В России существует миф в общественном сознании, что шарашки были эффективной частью для того, чтобы добиваться каких-то научных достижений. Понятно, что это есть на каком-то основании того, что мы полетели в космос, мы сделали А, мы сделали Б, и совершенно отсутствует в общественном сознании понимание, что это совершенно неэффективно и экономически, с человеческой точки зрения, модель развития науки. И мне кажется, что очень важно поднимать эту тему в музеях, потому что, на самом деле, в общем-то, больше негде поднимать вопрос о том, что сама система функционирования шарашек, она неправильная система для развития науки. И следующая часть, которая существует на самом деле сверху этой части, то, что это пагубно влияет до сих пор на нашу науку и пагубно влияет на наше общественное сознание о том, как науку дальше реформировать, это то, что люди, которые принимают на государственном уровне решения о том, как действительно сейчас организовывают российскую науку, тоже прислушиваются к этому мифу. Например, на собрании научной генерации России в 2012 году, когда был еще министр образования Фурсинка, один из ученых, который написал письмо с 40 ученых, после которого, собственно, сделали скалтех, он напрямую показывал слайд со Сталином, как некоторый пример, как правильно дальше реформировать российскую науку, а там министр образования тоже в этом сидит. Был некоторый небольшой скандал, потому что многие с ним были не согласны, но тем не менее, это вот такие сигналы идут в том числе наверх, и вверх тоже задумываются о том, а может быть мы действительно сделаем еще небольшую шарашку. Сейчас еще буквально 20 секунд, и я закончу. Есть другие люди, которые говорят примерно то же самое, например, Белоусов, тоже такой бизнесмен-ученый, который, между прочим, с сингапурским паспортом сейчас выражал свое мнение, что пора уже вводить выездные визы для ученых, и этот не просто так себе человек, в частности, входит в совет директоров МФТИ, это ФИСТЕХ, он входит в совет директоров Новосибирского государственного университета, и тема о выездных визах, которая является, ну, такое тоже продолжение идеи некоторой шарашки, именно больше глобальной, несколько раз поднималась в Государственной Думе, а именно КПРФ, и одна из основных мотиваций для выездных виз является то, что нечего ученым нашим выезжать туда, которые должны науку делать здесь. И поэтому, если мы думаем даже немножко больше о влиянии этой темы вообще в принципе на организацию этого общества, нужно понимать, что поскольку миф о том, что шарашки были эффективны, настолько превалируют везде, он влияет и в принципе на продвижение каких-то более других репрессивных вещей, например, выездные визы. И этот миф является оправданием внедрения вот таких вот репрессивных новых мер, например, выездных визах, просто потому, что, ну, вот нету никаких никаких способов противостоять сейчас этого мифа. И возможно, что именно какие-то правильные способы рассказывания о судьбах ученых и рассказывания о какой ценой, как экономической, так и человеческой жизни, это действительно происходило и является тем самым началом, в рамках которого можно потихоньку менять это общественное сознание, и может быть, оно действительно повлияет и конкретно и на организацию российской науки, а также и на организацию нашего общественного сознания по поводу того, вот как оно, как наука действительно строилась. Спасибо. Спасибо огромное, Фея. Возвращаемся к тому, о чем мы говорили на прошлом семинаре, то есть необходимости, видимо, музею говорить о ценности научного знания, научного достижения, добытого той ценой, как бы, которая она была добыта, то есть какова ценность научного знания, добытого в условиях свободы, как бы, как полет человеческой мысли и человеческого духа, и принудительно государственный заказ в условиях заключения. Спасибо большое. У нас еще Наташа Самовер. Добрый день. Меня зовут Наталья Самовер. Я работаю в Саховском центре. У нас есть своя экспозиция, посвященная истории тоталитаризма и сопротивлению несвободе в СССР. И вот как по названию экспозиции вы понимаете, что она чрезвычайно широка, и поэтому мы затрагиваем там много разных аспектов этой темы, и в том числе говорим и о том, что является предметом нашего сегодняшнего семинара. Я думаю, что сидящие здесь специалисты не рассчитывают на то, что вот сейчас здесь совокупным разумом будет придуман какой-то рецепт, которым они все последуют, и будет им счастье. Конечно, нет. Думаю, что все присутствующие здесь сидят и работают умственно для того, чтобы нащупать тот путь, которым им продвигаться в своей уникальной ситуации. Каждый музей находится в уникальной ситуации, и с точки зрения того материала, которым он располагает, и особенных условий региона, и особенных условий населения, и особенности коллекции. В общем, каждый из музеев, которые здесь представлены, будет решать эту тему по-своему. Но проблема стоит перед всеми. И несколько дней назад я обнаружила совершенно случайно. Представьте себе, я нашла неведомый мне доселе новый музей. Оказывается, в 2011 году в горной шоре и в селе Усть-Кабырза был открыт совершенно новый музей под названием Шорский гулаг. Там построен в натуральную величину лагерь. Там сделана экспозиция наподобие той, которую нам всем известно по музею Перм-36. Вот где-то происходит совершенно отвратительная кампания по травле музея Перм-36, а где-то открывается аналогичный музей. Когда я с восторгом рассказала об этом открытии одному из своих коллег, коллега меланхолично сказал мне, а что ты хочешь, это же Сибирь. В Сибири все вот так, потому что это часть сибирской истории, сибиряки без этого не могут. Плох тот сибиряк, который про это не знает и который не ощущает этой частью своей собственной жизни. Это правда, действительно, это так. и я бы сейчас хотела попробовать порассуждать на тему о пути, которым должен двигаться человек, перед которым стоит эта проблема. Вот каждый выступающий произносит слово «цена». И действительно, здесь мы сталкиваемся с той же самой проблемой, с которой сталкиваются люди, рассказывающие об истории Великой Отечественной войны. Применительно к войне эта проблема называется «цена победы». А здесь это цена экономического и цена развития региона. Каждому человеку свойственно любить то место, где он живет, свойственно желать гордиться, свойственно хотеть знать и рассказывать хорошее. И каждому человеку свойственно бояться плохого и страшного. С этим приходится иметь дело каждому музеющику, который непосредственно взаимодействует с людьми, которые к нему приходят. И когда вопрос с ценой победы более разработан, и мне кажется, что он, при том, что он по-прежнему остается дискуссионным, и в принципе легко можно найти людей, которые будут отрицать уже наработанные гуманитарные науки и достижения на эти темы, но мне кажется, что трудом очень многих талантливых людей в значительной степени уже доказано, что в теме войны невозможно обходить тему человеческих страданий, потому что война это чудовищное гуманитарное зло, и победа это не дар божий, а некое равнодействующее выведенное из суммы адских человеческих страданий. когда мы переносим вот эту модель на проблему роли ГУЛАГа в экономическом развитии регионов, в особенности сырьевых регионов, где эта тема лежит в основе региональной истории. Был лес с комарами и осталась передовая промышленность. Вот в этот момент мне кажется, важно найти баланс между рассказом о достижениях и рассказом о цене, в которую эти достижения обошлись. В основе этого баланса должна быть положена любовь. Любовь к месту и любовь к людям. Каждый человек, приходящий для того, чтобы ознакомиться с этой экспозицией, живет своей обычной человеческой жизнью, в которой ему доводится сталкиваться с ситуациями, где приходится нести потери или идти на жертвы. И поэтому каждый человек в принципе способен примерить на себя ту ситуацию, которая происходила. Через человеческое сочувствие к жертвам и к пострадавшим можно идти, и это один из возможных путей. А еще один путь, мне кажется, важным, это тема, которая поднималась сейчас. Как же так? У нас было такое славное в советские времена прошлое, у нас работали рудники, у нас жужжали горнообогатительные фабрики, у нас выплавлялось, у нас ковалось и так далее. В 90-х годах рухнуло все, настал позор, настала нищета, настала разруха, обезлюживают наши регионы, и люди, живущие в особенности сырьевых регионов, все это видят. И вот спасибо Федору, который выступал передо мной, потому что он сказал главное, это на самом деле, вот эта реальность, объективно известная каждому посетителю музея, на самом деле является самым мощным доказательством бесчеловечия той системы, которая существовала в этих регионах до этого. Система рухнула, вот вся индустриальная инфраструктура и жестко завязанная на нее социальная рухнула потому, что она была создана на несвободных, на бесчеловечных основах. Она держалась до тех пор, пока существовала система несвободы, которая служила ей опорой. Как только эта гнилая опора упала, упало все то, на чем держалась жизнь в целых огромных регионах нашей страны. Трагедия конца 20 века, через которую прошла наша страна, это страшная гибель индустриального общества, которая произошла в наших с вами глазах, и вот те развалины, в которых еще по-прежнему пребывает значительная часть территории нашей страны, и из этих развалин она будет выползать еще очень долго. И я в своем возрасте не рассчитываю увидеть небо в алмазах в его окончательном проявлении. Вот эта расплата за десятилетие несвободы, и это расплата за десятилетие того, что считалось эффективностью на пустом месте, когда вы приходите на пустое место вольным трудом и производите нечто, и когда вы приходите на пустое место принудительным трудом и производите нечто, это одно и то же нечто, но последствия применения принудительного труда и последствия вольного развития в исторической перспективе, в долгой исторической перспективе оказываются разными. Мне кажется, что эти ходы мысли могут быть положительно восприняты аудиторией. Так я во всяком случае, как человек, который сам вводит экскурсии по нашей экспозиции, пытаюсь говорить об этой теме нашим посетителям. К нам приходят школьники, в основном это московские школьники, это люди, которые не имеют понятия о катастрофе, в состоянии которой оказались многие сырьевые регионы, это люди, которые слышали про наше славное прошлое, про товарища Сталина, но в то же время это люди ориентированные на ценности современного общества, они хотят развития, они хотят стыдиться своей страны, они хотят, чтобы наша страна занимала достойное место на международном уровне, чтобы она была не только не хуже других, а и лучше, и объяснить, каким образом можно добиться того, чтобы стать в общий ряд с другими странами, которые почему-то не практиковали принудительный труд, объяснить, почему нам пока не получается это сделать, вот это, мне кажется, очень важно, это тот воспитательный момент, который посетитель выносит из музея, он может узнать что-то о прошлом, узнать что-то о том, чему непосредственно посвящена экспозиция музея, да, а еще, мне кажется, очень важно, чтобы он вышел с несколько раздвинутыми горизонтами понимания того, как устроен этот мир, о том, что существуют длительные исторические перспективы, о том, что нарушение прав человека и применение принудительных мер эффективные в короткой перспективе со временем оказывают, заставляют платить страшную цену поколения, которые к этому может быть уже даже и не причастны, вот понимающий это человек взрослеет, и мне кажется, что вот это та миссия, которую могут нести даже естественно научные музеи, которые вообще как бы не гуманитарного профиля, а рассказывают о каких-то совершенно специальных научных и технических вещах, и вот эта драма российской науки, это один из мощнейших инструментов инструментов нравственного воспитания любого человека, приходящего в музей. Так, мне кажется. Коллеги, определение репрессированная наука очень точное. Это определение дали сами ученые в конце 80-х годов во время второй оттепели, когда подготовили и издали два документальных сборника уникальных материалов с таким названием репрессированная наука. А мы, я думаю, не постесняемся, вот как учителя в школе, повторять и повторять пройденное и усвоенное. Это не бесполезно. Мы что-то можем сделать. Может быть, все даже хуже, чем мы подозреваем, когда говорим о горести каких-то. Но нам-то что? Мы должны делать свое дело. Спасибо вам всем. Замечательные я сегодня слова услышал, замечательные доклады. Спасибо. Спасибо большое. Боря, скажите, да? Борис Степанов, Высшая школа экономики ИГИТИ. У меня нет какого-то такого цельного выступления, как у Натальи. Хотя мне кажется, что она сказала какие-то действительно важные вещи. Я, может быть, попробую эти темы продолжить в каких-то отношениях. Но первое, что я хотел бы сказать, Александр упомянула про музей космонавтики и про эту тему космоса. Действительно, это, мне кажется, такой любопытный сюжет, который тоже можно было бы обсудить, потому что, во-первых, это действительно тема космоса, это тема, которая в постсоветской культуре, пожалуй, стала таким пространством как раз рефлексии о цене научно-технических достижений, о советском проекте, потому что можно вспомнить, что целый ряд фильмов, «Космос как предчувствие», «Бумажный солдат» и так далее, можно какой-то ряд фильмов здесь перечислить, они как раз вот эту, и даже детский мультик про белку и стрелку, где, в общем, этот сюжет как-то был актуализирован, вот эта тема соотношения космических достижений и репрессивной системы, она присутствовала. И, кстати, интересно, что на последней выставке, которая открылась недавно на ВДНХ, как раз посвященной тему космоса вот в этом центральном павильоне, там вот этот сюжет он тоже есть, потому что там специально выставлены как раз экспонаты лагерные, и тоже это, конечно, такой, я считаю, позитивный момент. Что касается тех презентаций, которые были сегодня представлены, то мне кажется здесь интересным несколько вещей. Первое, конечно, прекрасно, что удалось сделать такое мероприятие, что можно познакомиться с теми городами и музеями, до которых, ну, вообще говоря, шансов доехать у нас довольно мало, да, и нет уверенности, что когда-нибудь это получится. Да, и мне кажется, что вот те презентации, которые были сделаны, они показывают как раз то, о чем говорила Наталья, что действительно каждый музей и каждый город, да, в этом смысле должен решать свою какую-то проблему, и вот мы видим, да, с одной стороны, Москва, где нужно вот эту, значит, топографию как-то поднимать и, значит, как бы обнаруживать, да, таким археологическим способом, да, и с другой стороны, вот эти вот города, где все это, как бы, есть, да, в натуральном виде, и все, то есть, собственно, этим все практически исчерпывается, насколько я понимаю, да, и вот каким образом здесь музей должен работать с городским пространством, каким образом он должен себя в это городское пространство вписывать, а его, значит, каким-то образом осваивать, да, это, конечно, такой интересный вопрос. Второй вопрос, мне кажется, интересный, здесь возникает, связанный не только с ценой этих достижений, но и с тем характером знания, да, и, собственно, тем, о чем мы говорим, да, когда говорим о науке и о технических достижениях в каждом случае, потому что, да, вот опять-таки, даже видно было в сегодняшних презентациях, что, с одной стороны, мы видим, как бы, да, какие-то вещи, связанные с каким-то глобальным проектом, какими-то глобальными достижениями, там, развитием новых, новых направлений в естественной науке, да, с одной стороны, да, с другой стороны, есть вещи, которые непосредственно связаны с теми местами, где какие-то вещи разворачиваются, да, и просто, да, какие-то изобретения или технические достижения, связанные с тем, как выживать, да, например, в каком-то месте, да, и вот подумать о том, как соотносятся вот эти разные уровни знания, да, и, соответственно, каким образом, да, потому что у этого есть, ну, некоторая такая перспектива, опять-таки, связанная с историей науки, потому что, да, известно, что развитие отечественной науки в 20-е годы было в значительной степени связано с краеведческим проектом, да, там, комиссия по изучению естественных производительных сил, потом вот все краеведческое движение в 20-х годах, уничтоженное, да, в конце 20-х, и, соответственно, каким образом вот это вот освоение, как бы, да, такое освоение наукой территорий государства, территории страны, каким образом оно продолжилось вот в этой форме репрессивного какого-то сообщества, да, это вот такой второй интересный момент. И последнее, что я хотел сказать, это вот как-то действительно были представлены разные экспонаты, там вещи, да, связанные какие-то вот, да, объекты и так далее, но почему-то в тех презентациях, которые мы увидели, не было заметно как раз литературного и, там, кинематографического материала или какой-то литературный и кинематографический. Это мы так вопросы задавали. А, понятно. Вот, потому что, да, ведь, собственно, именно литература, там, с одной стороны, ну, вот, там, начали с Солженицына, да, сегодня, каким образом вот это вот сегодня работает, да, и с другой стороны, скажем, тот же самый кинематограф советский, который активно, там, осваивал тему, там, освоение новых, новых каких-то территорий, там, освоение Сибири, там, не знаю, Аэроград, люди на мосту и так далее. И каким образом вот это вот вся, значит, вот такая, значит, освоение, да, страны уже кинематографическими средствами, да, или в рамках киноматериалов, каким образом оно соотносится с конкретными проектами, с конкретными, собственно, ситуациями, с освоением конкретных территорий и городов, вот, мне кажется, это интересно. Спасибо. Спасибо огромное. И Мария Шубина, программный директор музейной школы нового икроведения, правильно? Здравствуйте. Я стараюсь коротко. Мне кажется, что... Увидела знакомое лицо. Мне кажется, что мы... Все ваши рассказы касаются очень важного проблемы, которая очень сложно решается, а именно, как разговаривать про ГУЛАГ внутри вообще разговора про ситуацию, которая связана с той или иной территорией, в принципе. Как разговаривать про людей, которые... В том числе это касается и науки. Мне кажется, что здесь есть несколько вещей, которые очень важны. Один... Это опыт посещения разных музеев. Самое главное это не выделять, как мне кажется, не выделять ГУЛАГ какую-то... Ну, очередной раз ГУЛАГ. А именно, что рассказ о территории должен быть... Ну, он должен весь состоять из всего, что на ней происходило. И ГУЛАГ является частью, его нельзя убрать под плинтус, его нельзя, наоборот, сделать главной, если у вас не тематический музей, как бывает тоже, сделать единственным, потому что тогда люди будут приходить и говорить вам вещи, которые нам все время приходится неизбежно слышать. А что-нибудь положительное расскажите. А где вот... Что так плохо было? Ну да, так было плохо. Но просто для того, чтобы разговаривать про то, как было плохо, ты должен говорить, да, это была наша жизнь. И мне кажется, что очень важно еще думать про ясность этого разговора и про ткань повествования, что это вообще драматургическая история музея, да, и что музей должен еще решать очень серьезную проблему, которая стоит перед всеми абсолютно, а именно, как людям сделать так, чтобы было в нем интересно не только между собой договориться о том, как разговаривать, но еще сделать так, чтобы люди, которые приходят в музей, интересовались тем, о чем вы разговариваете, о чем мы разговариваем. И мне кажется, что здесь, да, если, особенно то, о чем вы говорили, да, что действительно это, да, было чистое поле, после ГУЛАГа образовался город, что-то с этим городом происходит сейчас, что-то было на этом чистом поле до того, и если, я просто видела несколько раз примеры, когда ту же самую Шарашку, да, пытаются не назвать Шарашкой, а назвать лабораторией, потому что, ну, как-то вроде так вежливее выглядят, хотя те же самые Королев изображен, Туполев, ну, вроде лаборатория, но они действительно наукой занимались, ну, вроде как и лаборатория. Или наоборот, когда, да, то, что это, вопреки всему, были какие-то научные достижения, собственно, да, уже не хочется упоминать, потому что ты хочешь рассказать про ад, про то, что в аду была жизнь, говорить еще сложнее, на самом деле. Вот, и мне кажется, что, ну, вот так, такие вопросы есть. Мне кажется, самое важное, для чего человек приходит в музей, это то, с чем человек из музея выйдет, да. Человек выходит из музея со знанием о прошлом, да, конечно, безусловно, но мне кажется, что для нас, как для музейщиков, важно, чтобы человек выходил из музея с видением будущего. Человек же не в прошлом живет, он живет в будущем, он все время думает о будущем, особенно молодой человек, для которого будущее это вся его жизнь, просто предстоящая, да, и очень важно, чтобы урок прошлого, полученный в музее, этот человек встраивал свое видение будущего, чтобы он строил свое видение на основе этого урока. Поэтому, вот, для нашей темы это урок об ошибке, о искушении, искушении насилием, да, искушении государственным принуждением, и урок о цене этой ошибки, и о том влиянии, которое эта ошибка, совершенная кем-то сильным, над кем-то слабым в прошлом, имеет на будущее, наше будущее. Вот, мне кажется, что работая над музейной экспозицией, музейщик должен думать вот об этом, о том, какой урок для видения будущего выносит человек, узнающий от вас о прошлом. и это, между прочим, облегчает и нам самим даже моральное переживание того, с чем мы постоянно имеем дело, потому что, будучи постоянно погруженными вот в эту черную и тяжелую проблематику, мы страдаем больше, чем те люди, которым мы потом дистиллированно об этом рассказываем. И мы сами можем сломаться от того, что мы находимся под давлением вот этих тяжелых, под грузом этих тяжких знаний, а память, представление о том, что нас всех ждет будущее и понимание того, что мы движемся туда и что мы вырабатываем знания тех механизмов, с которыми сталкивается общество, движущееся вперед. Вот это, мне кажется, должно нас поддерживать и распрямлять и придавать смысл нашим действиям. Мы не только храним, мы смотрим не только назад, мы не только храним то, что было, а мы помогаем общему движению вперед. И вот это должен понимать человек, выходящий от нас. Нет, хотел как-то отмолчаться, но не хочется. Мы здесь произнесли столько много пустых слов, что я просто в некотором даже недоумении, о чем идет речь. Значит, прежде всего спасибо большое всем музейщикам, которые здесь говорили о своей работе. Это не про вас. Это гигантская работа, которую вы проделываете, собираете и делаете. И спасибо вам большое за каждый там документ, каждый лист и каждое это воспоминание. С другой стороны, давайте не будем ставить сложных и трудных задач перед музейщиками. Музей занимается открыть современному сегодняшнему посетителю. Значит, его задача каким-то образом тему, которую он берет для себя, объяснить вот этому современному человеку, быть убедительным в своем сообщении. Единственное, что я здесь, к сожалению, не услышал, я не услышал вот это сообщение, которое каждый из музеев направляет своему посетителю. Мы в общем говорим о том, что репрессированная наука это плохо. Это наше сообщение. Вы меня спрашивали? Вот. Значит, это... Если это сообщение вот в таком усредненном виде существующее, мы с вами не добьемся никакого результата. Мы не доберемся до своего зрителя. Значит, это сообщение каждый раз, исходя из нашей коллекции собственной, исходя из наших собственных побуждений, нужно сформулировать как-то очень ясно и четко. Единственное, спасибо Федору, он как-то ясно еще нам сказал, что это сообщение может быть связано с сегодняшним днем. Я вот про будущее не очень понимаю. Это, конечно, прекрасно, что мы думаем о будущем. А вот про сегодняшнее я очень хорошо понимаю, каким образом сегодня у нас определено вот этим нашим прошлым. И в этом смысле до сегодняшнего зрителя мы вполне можем докопаться, потому что мы увидим в этом сегодняшнем зрителе язык, который дала нам эта система отношения, грубость, недоверие. Можно продолжать бесконечно, да? И это таким образом делает вот этот рассказ о прошлом очень современным и очень приложимым каждому вот этому посетителю, чего, собственно, и хочется от музеев, ясного сообщения, направленного на сегодняшнего конкретного, очень четко представляемого зрителя. Спасибо. Меня зовут Александра Лозенская, я социолог. У нас была предыдущая музейная встреча, и я уже говорила там о том, что меня интересовала иконография, то, как музеи рассказывают о событиях, которые они выбирают, советских событий, и они часто выбирают символы и предметы из той эпохи, которые интерпретируются разными способами. Очень часто получаются сообщения действительно очень похожие на то сообщение, сегодня получается, то сообщение, которое получалось в советское время, что вот у нас же есть это достижение, давайте мы расскажем, действительно им гордимся. И оно создается из предметов, носящих советскую символику, грамот, и часть сообщения уходит таким образом. У нас есть альтернативный вариант. Мы можем говорить о условиях, о человеке, о условиях, в которых люди работали, и это будет рассказ о ГУЛАГе, о мучениях, о страданиях. И мне, ну вот если о сообщении, то у меня есть своя мечта о том, каким должно быть такое музейное сообщение, но оно и вообще историческое сообщение, которое то, как мы можем рассказывать историю 20 века. Мне очень, мне мечтается, что это будет такое сочетание, что это будет с одной стороны рассказ о том, что сделали ученые, а с другой стороны о условиях того, как это было произведено, потому что и то, и то важно. Невозможно, только говоря о страданиях, мы действительно отказываемся от того, в чем мы живем, в чем живет город. Ну вот я о балансе. Спасибо. Люди приходят в музей, мы должны о них думать, прежде всего о детях, о подростках. И вот тут, знаете, осторожно нужно быть. Я, кстати, совершенно не считаю, что мы не должны говорить о боли, о ужасе, о страхе. Должны. И мне как раз кажется наоборот. Как бы нам не ошибиться и не превратить в игру. Знаете, я очень за игру. Я очень люблю игру и игру с детьми. Но когда речь идет о том, может быть, я что-то не так расслышала. Есть такое понятие чур не игра. Вот я как раз думаю, что как бы не получилось так, как у нас устроили в прошлом году в Петербурге блокадные дни, когда ощущение, что отмечали блокаду, но это такой обман, когда игрушки из этого были устроены в городе. Вот нужно искать формы и экспозиции, формы и общения, а не то, что, знаете, доставь дурака Богу молиться, он тебя в лоб разобьет. Вот будем теперь вот такую активную форму с детьми. Вот тут нужно поумнее. Спасибо большое всем, и я не могу не согласиться, наверное, с последними спикерами. И мне кажется, что все, о чем мы здесь говорили, это как-то говорит о том, как это все сложно. И мне кажется, это и есть хорошо, как бы, и это и есть интересно, потому что картинка, как все плохо или как все хорошо, она очень фальшивая, и она не может оказать музейного воздействия на зрителя, просто потому, что это неправда, и зритель это даже не образованный, не подготовленный, не может не почувствовать. И здесь, в общем, интересно, что все сложно, как пишут в Фейсбуке, it's complicated, и в этом и есть, мне кажется, вот интересность, то, о чем говорил Леонид Юрьевич, и, ну, может быть, здесь такой наш маленький как бы метод, это не цель, а просто маленький метод, он у меня над головой, это прямо здесь, и мы просто стараемся рассказывать посетителям, людям о том, что происходило прямо здесь, какая история здесь была, какую жизнь жили люди, которые жили ровно здесь, что в ней было сложного, чем она была обусловлена, какие выборы был вынужден делать человек, какие выборы за него делал государство, какие выборы он мог сделать сам, и мне кажется, что, может быть, это просто такой маленький, не знаю, лайфхак, как можно попробовать находить вот этот вот сложный язык. Спасибо большое всем, и мы надеемся, что мы продолжим этот разговор и с московскими музеями, и с ассоциацией музеев памяти по всей стране. Спасибо всем большое.